Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы поддерживаем всех тех, кто сейчас на самом деле освобождает простых мирных людей. В Подмосковье прошел патриотический автопробег. Мы вошли в программу губернатора Московской области, все, что касается модернизации здравоохранения. И мы, по сути, в том году начали, сейчас завершаем. Новые аппараты МРТ появились в больницах округа. Все рады, что вернулись в свои рабочие места и работают в прежнем режиме. Красковская больница заработала в обычном режиме. Самое интересное, конечно же, в студии происходит. Очень здорово нам показали, как происходит запись. В гостях у телеканала ЛРТ побывали участницы сообщества «Мама офлайн». А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска. Он расположен на базе местного отделения партии «Единая Россия». Уже больше недели жители городского округа приносят в Координационный центр товары первой необходимости. Подробности в сюжете моих коллег. Заниматься такой работой Матвею Смирнову не впервой. Несколько дней назад парень вернулся из Ростовской области. Разбирал гуманитарный груз и помогал беженцам из Донецка и Луганска обосноваться на новом месте. В родных Люберцах волонтёр тоже не сидит на месте. Сегодня важно помогать друг другу. Моя задача сейчас в том, чтобы расфасовать всё по коробкам, где крупы, туда крупы, где масло, туда масло, запаковать и в дальнейшем уже помогать к отправке. Пункт сбора гуманитарной помощи находится в здании местного отделения партии «Единая Россия». Вещи и продукты, собранные в Люберцах, отправляют в Реутов. Оттуда ценный груз доставляют к месту назначения. Скоропорчащие продукты не рекомендуется. Из Сирии то, что может не доехать до Ростовской области, до Донецка и Луганска, тоже не рекомендуется. Вещи, естественно, только с бирками. Приносить можно предметы личной гигиены – сахар, воду, крупы, макароны, изделия, консервы. Жительница Люберит Зинаида Алексеенко передаёт маленьким жителям Донбасса и Луганска одежду и книги. В Яндексе задала вопрос, где у нас в Люберцах находится сбор помощи. Жалко все, все поедино. Желающих помочь очень много. Кроме жителей округа, поддержку людям, которые вынуждены покинуть свои дома, оказывает Люберецкие предприятия. На пункт сбора периодически приезжают грузовики с гуманитарной помощью. Люберчане не только приносят вещи и продукты, но и помогают упаковывать их. Миссию волонтёров вызвались выполнять и представительницы Союза женщин России. Пришли не с пустыми руками. Принесли 15 килограммов сладостей. Мы с подругами, когда встречаемся, потому что есть много вопросов, всегда любая проблема и вопрос можно решить за чашкой чая. Поэтому мы желаем всем людям, которые оказались в трудной ситуации, иногда просто успокоиться, заварить чай и попить чай со сладостями. Не осталось стороне и депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Она выразила Люберецким волонтёрам и жителям благодарность за активную гражданскую позицию. На самом деле сейчас такое время, когда самое главное – это взаимовыручка, взаимоподдержка и уверенность в том, что мы делаем всё правильно. И в этом мы победим. Пожелаем всем, чтобы все были живы здоровы и чтобы был мир. Это уже четвёртая партия гуманитарного груза от городского округа Люберцы. С 24 февраля муниципалитет передал десятки тонн помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Узнать список допускаемых к отправке вещей можно по телефону, указанному на экране. В Подмосковье состоялся автопробег в поддержку спецоперации по защите Донбасса. К патриотической акции присоединился и городской округ Люберцы. Перед стартом наша съёмочная группа успела пообщаться с участниками. Мы поддерживаем всех тех, кто сейчас на самом деле освобождает простых мирных людей. Мы за ними двумя руками, ногами, мысленной душой и всей телом там. Варвара Бочарова – коренная люберчанка. С начала спецоперации на Украине девушка внимательно следит за событиями. Оставаться в стороне от происходящего не может. Она участвует в автопробеге. Своих не бросаем. Это мало, что мы можем сделать других людей, призвать, обратить внимание на то, что действительно очень важно в наше время. Каждый участник патриотической акции наносит на свои автомобили символику «Зет». Этой буквой отмечена российская техника, которая участвует в спецоперации по защите Донбасса. Наша общественная организация поддерживает сегодняшнюю акцию в связи с тем, что мы не можем оставаться в стране. Мы за мир. Поэтому мы сегодня здесь. Бокс всех объединяет. Поддержку российским войскам участники автопробега выразили флешмобом. Перед стартом они выстроили из машин композицию в форме буквы «Зет». Я хочу выразить свое согласие с тем, что сейчас происходит. И мы, как люди русские, не можем находиться в стране. Мы поддерживаем курс нашего государства. Финиш патриотического заезда – городской округ Красногорск. Там встретятся все подмосковные участники автопробега. Их более одной тысячи. От Люберец отправилась одна из самых больших колонн автомобилей. К акции присоединились около 200 жителей округа. Жители обеспокоены ростом цен и наличием товаров первой необходимости. Многие запасаются продуктами на последние деньги. Боятся, что прилавки магазинов скоро опустеют. Но стоит ли этого опасаться? Нет такого ажиотажа, нет проблем с этим. Есть перновая крупа. Широкий ассортимент круп, молочная и мясная продукция, подсолнечное масло, овощи и фрукты. Ажиотажа и дефицита продуктов нет. Пустых полок тоже. Вполне всего хватает. Особые нехватки не ощущаются. Цены, конечно, не очень приятны. Но, тем не менее, скидочки есть. Если возрастёт спрос на продовольственные товары, отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить. Зарплату мне же никто не прибавил, пенсию никто не прибавил. А цены прибавили. Кто будет доволен? За ценами на социально значимые товары следит Федеральная антимонопольная служба России. Контролирует ситуацию и местные власти. Мы цены мониторим. Мы мониторим совместно с Минсельхозом, с Министерством потребительского рынка. За последнее время, неделю-две, выросли цены где-то от 2%, 5-7%. Сегодня эти вопросы находятся в поле зрения правительства Российской Федерации, правительства Московской области. Поэтому я думаю, что у нас вообще будем стремиться в этих вопросах держать цены, чтобы они для наших жителей не кусались. Постоянный мониторинг цен позволит спрогнозировать риски подорожания продуктов первой необходимости и вовремя принять меры для сдерживания роста цен. А дефицита на внутреннем рынке не ожидается. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Семенной картофель, выведенный учеными-селекционерами Федерального исследовательского центра имени Лорха, не только вкусный, но и приносит высокий урожай. Поэтому он много лет пользуется спросом не только у населения, но и ведущих научно-исследовательских институтов сельского хозяйства в стране. Учреждение посетил глава округа. Владимир Ужицкий познакомился с научной деятельностью института и пообщался с его сотрудниками. Алсу Конькова здесь работает два года и уже защитила кандидатскую. В лаборатории исследовательского центра она проводит размножение картофеля путем микрочеренкования побегов. За день через ее руки проходит более тысячи ростков картофеля различных сортов. Помещаю микрочеренок на питательную среду. На протяжении трех-четырех недель развивается растение. Такого потом помещается либо дальше на размножение, либо фермерам передаем, либо на опытные хозяйства. В институте поддерживают банк здоровых сортов. Благодаря трудам ученых-селекционеров, за сто лет здесь выведено около сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высоким качеством, а также устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Создание сорта – это очень длительный, кропотливый труд. Поэтому где-то на создание сорта необходимо от 10 до 15 лет. У нас есть очень хорошая генетическая коллекция, которая используется и другими институтами. Они берут, проводят селекционный процесс и уже возделывают этот сорт в своем регионе, который оказался наиболее адаптивным и наиболее высокоурожайным. Чтобы создать новые методы в области селекции и семеноводства, ученые работают над генетикой картофеля, разрабатывают новые технологии его возделывания и хранения. Здесь я оценю замечательный коллектив. Здесь порядка работы, именно здесь порядка 120 человек. Это и доктора наук, и кандидаты сельскохозяйственных наук. Это люди, которые увлеченные. Я бы хотел искренне пожелать, чтобы он развивался, сохранялся, чтобы приходили новые молодые люди, становились бы учеными и продолжали традицию института. Исследовательский центр имени Лорха динамично развивается. Несколько недавно выведенных сортов картофеля уже получили признание предприятий, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции в России. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Работа в режиме ковидного госпиталя позади. Стационарное отделение номер 3 Люберецкой областной больницы вновь оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь жителям городского округа. Как проходит лечение профильных пациентов, узнали мои коллеги. В течение последних пяти месяцев Красковская больница была одним из эпицентров борьбы с коронавирусной инфекцией. 28 февраля здесь уже не было ни одного больного с диагнозом COVID-19. Но до того, как начать прием профильных пациентов, здесь проделали большую работу. Были полностью обработаны все помещения, как и подсобные, так и палаты, ввиду того, что все-таки вирус может сохраняться на каких-то поверхностях. То есть у нас была проведена заключительная дезинфекция, был проведен сбор контрольных смывов в различных участках стационара. Лишь убедившись, что в больнице нет угрозы заражения коронавирусом, врачи приступили к своим основным обязанностям. Восемь отделений в полной мере заработали 4 марта. В этот же день в хирургическом блоке провели операцию. Все рады, что вернулись в свои рабочие места и работали в прежнем режиме. Вчера была одна операция, сегодня планируются две операции. Все работает не просто в прежнем режиме, а даже лучше. Спектр оказания медицинской помощи значительно расширился. Так, для лечения пациентов с болезнью почек открылся диализный центр. А в урологическом отделении ожидается поступление нового оборудования. У нас рассматривается возможность приобретения нового лазерного литотриптора, который рассчитан будет на больший размер камней, которые мы планируем фрагментировать. То есть это более качественно новое оборудование и уже более квалифицированную помощь можно оказывать. Теперь врачам не нужно думать, в какие соседние больницы перенаправлять своих пациентов. А в ковидный госпиталь остался в прошлом. Всю необходимую помощь готовы оказывать здесь и сейчас. Поступила я вчера по скорой помощи с острой болью. И была госпитализирована для обследования в эту больницу. Сразу капельница, уколы, обезболивающие, анализы, рентген, УЗИ. В общем, весь комплекс услуг моментально и сразу. С весны 2020 года Красковская больница дважды была перепрофилирована под инфекционный стационар. И врачи, и пациенты надеются, что необходимости делать это в третий раз больше не будет. В настоящее время в округе работает два ковидных госпиталя – детский и взрослый. Луиза Игия, Зарян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Больницы городского округа Люберцы пополнились новыми аппаратами МРТ. Современное оборудование поступило по программе губернатора здравоохранения Подмосковья и уже приступило к работе. О способностях томографов в нашей семечной группе рассказали врачи. Подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Во время обследования рентген-лаборант находится за дверью, но это не мешает ему быть на связи с пациентом. Все, что происходит в кабинете МРТ, под пристальным вниманием и контролем медиков. Вот камера, и мы в камеру наблюдаем еще поведение пациента. И все это видим. Мало того, что ему дается сигнальная груша, на случай, если он будет плохо себя чувствовать, мы еще можем визуально и по звуку тоже определять состояние пациента. Пациентке Татьяне Жаткиной неоднократно приходилось делать МРТ. Женщина периодически лечится в отделении неврологии Люберецкой областной больницы. Раньше для исследований на этом аппарате она обращалась в платные клиники. Сейчас такой необходимости уже нет. Все на месте. Никуда не надо ехать, никуда не надо бегать, как говорится. Все в одном месте. Это очень хорошо. Современный аппарат не только облегчит жизнь пациентов, но и улучшит работу врачей. На базе стационарных отделений Люберецкой областной больницы это пока первый магнитно-резонансный томограф. Мы вошли в программу губернатора Московской области. Все, что касается модернизации здравоохранения. И мы, по сути, в том году начали, сейчас завершаем. Наши жители будут получать такую очень своевременную помощь, диагностику, которая впоследствии поможет в выздоровлению. Кабинет магнитно-резонансной томографии появился и в детской больнице. В Московском областном центре охраны материнства и детства это уже второй аппарат МРТ. Но он значительно отличается от своего предшественника. Это аппарат с высокой индукцией магнитного поля, полтора Тесла. Основные ключевые преимущества это качество изображения, скорость проведения исследования, что является ключевым преимуществом для детей под медицинской седацией, под наркозом. Если на аппарате предыдущем, который находится у нас в консультативно-диагностическом центре в ГДЦ, самая минимальная программа длится 40 минут, то здесь 10 минут. Новый МРТ расширил спектр диагностики маленьких пациентов. Теперь с помощью высокотехнологичного оборудования врачи исследуют органы брюшной полости и малого таза. Кабинет магнитно-резонансной томографии уже заработал в полную мощность и в круглосуточном режиме. Луиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В парке Наташинские пруды для учеников гимназии номер 24 прошел открытый урок «Осторожно тонкий лед». Спасатели Всероссийского общества спасания на водах наглядно продемонстрировали оказание помощи людям, провалившимся под лед. Подробнее в сюжете моих коллег. Лука, жар вам может оказать помощь. И с помощью этого предмета вы сможете вытащить человека из проруби. Тонкий лед таит в себе смертельную опасность. Его жертвами часто становятся дети. Важно помнить правила поведения у водоемов во время оттепеля. Открытый урок «Осторожно тонкий лед» в гимназии номер 24 проходит ежегодно. Сегодня в нем приняло участие 110 детей. Это ученики пятых, шестых и седьмых классов. «Ребята часто выходят на улицу без взрослых. У нас школа расположена как раз рядом с прудом. И эта акция важна, потому что ребята будут понимать, как правильно вести себя на льду». Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Такому принципу придерживается Всероссийское общество спасания на водах. Спасатели показывают на практике, как безопасно выбраться из воды. Среди них 13-летний Матвей Шумак. Молодой человек служит примером для своих сверстников. Я учусь быть спасателем и дайвером. Мне уже спасать человека, оказать ему первую помощь и спасти из воды. Я учусь, чтобы помочь в 100% варианте. Любой желающий с 10 лет может начать обучение в школе юного васводовца. Всероссийскому обществу спасания на водах в этом году исполняется 150 лет. Лозунг у нас главный – это ни одной жертвы в воде. Наша организация – это добровольное общество, которое включает в себя, прежде всего, людей неравнодушных. Потому что мы работаем как добровольцы, как волонтеры. Труд спасателей не прошел даром. Дети хорошо запомнили основные правила поведения у водоемов. Нельзя бегать по льду, нельзя заходить в кусты на льду, нельзя вставать на лед, который другого света. Если видишь человека, который тонет, надо обязательно оказать помощь. И номер службы, который помогает, 112. Теперь ребята знают, как выбраться из воды, но лучше этого не допускать. Рыхлый весенний лед толщиной менее 10 сантиметров очень опасен. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Участницы сообщества «Мама офлайн» побывали в гостях у телеканала ЛРТ. Девушки окунулись в мир телевидения, узнали, как снимают и монтируют сюжеты, посмотрели работу ведущего в кадре и, конечно, примерили его образ. Эмоции и впечатления от увиденного в нашем следующем материале. Хочу поздравить всех с 8 марта, с прошедшим праздником. Ну, как все отметили. Да. Визиты активных жительниц городского округа на телеканал ЛРТ уже стали традицией. Сегодня в гостях у телевизионщиков 9 новых участниц сообщества «Мама офлайн». Знакомство с закадровым миром Люберецкого районного телевидения началось с аппаратной вещания. С помощью этого оборудования сигнал поступает в наши с вами дома. И мы с вами имеем возможность смотреть фильмы, программы, сериалы. Кто вообще смотрит ЛРТ? У кого есть дома канал? Все смотрите? Отлично. Больше всего молодые мамы любят смотреть на ЛРТ новости. Поэтому мы подробно рассказали, как они создаются. Первая точка – редакция. Именно здесь рождаются идеи и тексты, обсуждаются темы для сюжетов. Корреспонденты работают в полях. На месте – шеф-редактор и ведущий. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросов к ведущему у гостей оказалось много. Большинство из них коснулось подготовки перед выходом в прямой эфир. Если лицо телеканала тебя смотрят и уже по тебе воспринимают, что и как здесь происходит, мы поговорим. Поэтому настраиваются, приходится элементарно, чтобы не засмеяться, потому что новости разные тоже бывают. А в соседнем помещении – монтажная студия. Здесь собирают итог работы оператора и корреспондента. Это заключительная часть создания новостного сюжета перед выходом в эфир. Потом идет закадровый текст. Тогда блин точно не будет комом. И мы таким образом собираем рыбу. То есть у нас собираются синхронный закадровый текст, синхронный закадровый текст. Потом это все перебывается картинками. Что такое закадровый текст и как его начитывают участницам экскурсии, тоже показали наглядно. И предложили самим озвучить телевизионный текст. О, как прикольно свой голос слышишь. Но больше всего девушек впечатлила студия. Они увидели работу ведущего по ту сторону экрана. Узнали, как устроен хром-айкей и тяжело ли читать суфлера. Спасатели из Всероссийского общества спасения на водах наглядно продемонстрировали оказание помощи людям, провалившимся под лед. Подробнее в нашем сюжете. Побывав хоть и в шутку, на месте телевизионщиков гости признали, что работа на телевидении – дело ответственное. Самое интересное, конечно же, в студии происходит. Очень здорово нам показали, как происходит запись. Интересно посмотреть кухню, как происходит, как готовятся новости, как все снимается. Пробовать себя перед камерой, посмотреть себя на экране было, конечно, очень интересно. Такой опыт девушкам как нельзя кстати. Скоро им предстоит выступление перед большой публикой. 19 марта состоится финал ежегодного проекта «Мамочка-люберчаночка». Команда телеканала ЛРТ надеется, что маленький опыт, приобретенный здесь, поможет конкурсанткам справиться с волнением. В Люберцах отметили последний день Масленицы. В этом году проводы зимы прошли без сожжения чучела, но традиционные праздничные угощения и спортивные состязания никто не отменял. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Нужно обязательно добавить масло, муку, воду, яйца и, конечно же, чуть-чуть любви. Тогда блин точно не будет комом. Руководство с этими простыми правилами Людмила Герасимова готовит главное праздничное блюдо. Проводы Масленицы – самое время печь блины и угощать ими всех желающих. Поздравляю всех с Масленицей, всем счастья, любви и добра. В последний день Масленицы в парке Наташицкие пруды можно было ответить не только традиционные угощения, но и подкрепиться полевой кашей. Помогать в раздаче блюда вызвались будущие повара – студенты техникума имени Гагарина. Пожелаю счастья, улыбок побольше, чтобы не было плохих моментов. Ну, конечно, не будут, но чтобы так сильно не унывали, потому что все плохое проходит, а хорошее всегда остается хорошим. Приходите к нам, пробуйте нашу кашу. Поели – пора сжигать калории. На другом участке парка забег «Ладушки о ладушке». Но поучаствовать в нем могли только самые маленькие гости – дети от 5 до 7 лет. Длина составила порядка 500 метров. Все детишки пробежали его. Каждый на финише из них получил медаль памятную в стилистике. Я хочу еще сказать, что этот забег прошел по всей Московской области. Одновременно старт дан был в 11.00. Последний день Масленицы – это не только проводы зимы, веселые игры и забавы. В завершении праздничной недели принято просить друг у друга прощения перед Великим постом. Сегодня большой праздник, прощенный в воскресенье. Я хотела бы попросить прощения у друзей и приятелей, кого я могла обидеть. Простите, пожалуйста. Всем добра и тепла. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова